МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другие, напротив, считают, что слухи, ни на чем не основанные, должны быть пресечены. А силовики работают четко. И вот известный своей гражданской позиции блогер даже сравнительный анализ приводит, как работают у них за бугром и как у нас. Пост Ярослава Красиенко, известного в стране журналиста-аналитика, как лист, разделенный на две части. В одном столбце констатация методов и скорости работы полиции Казахстана во время недавней перестрелки в Алматы. Другой столбец отведен под такой же анализ работы спецслужб в далекой Германии, где во время перестрелки погибли 10 человек. В анализе шесть основных тезисов. И вот один из них. Во время событий в Алматы раздавалась масса упреков. Мол, где были спецподразделения и от чего террориста задерживали обычные патрульные? Теперь смотрим, кто противостоял мюнхенскому преступнику в первый час. Интересный у них дресс-код для борьбы с вооруженным террористом. Как будто из кондиционируемого офиса только что. К офисным работникам позже все-таки подошло подкрепление из парней посерьезнее. В Алматы, правда, к этому времени уже все закончилось. То есть и у французских специальных подразделений типа СОБРа расчетное время прибытия на место несколько больше тех самых 24 минут. Зато в Мюнхене на замену парням в рубашечках пришли хлопцы в легкомысленных шортиках и футболках. В своем посте автор пытается объективно понять, так ли уж скуден информационный поток отечественной полиции во время антитеррористических действий, как его расписывают комментаторы Казнета, и так ли удушлив отечественный информационный вакуум. И вот к этому еще несколько выводов блогера. После событий в Алматы о созыве заседания Совета Безопасности сообщили примерно через 5 часов после нападения. В Германии об аналогичной инициативе Ангелы Меркель стало известно ориентировочно через 5 часов 40 минут после первых выстрелов практически одинаково. Однако в нашем случае Совбез на момент сообщения о нем уже шел, и чуть позже стали досутны его результаты. А в Германии о его проведении ничего не известно спустя почти сутки. В Алматы террористы одиночку обезвредили через 24 минуты после начала событий. В Мюнхене все закончилось через 8 часов, после того, как стрелок покончил с собой. До этого времени в Германию даже успел прибыть спецназ из Австрии. В Мюнхене о высоком красном уровне террористической угрозы полиция заявила через 3 часа после начала стрельбы. В Алматы полицейским для этого потребовалось чуть менее 2 часов. Тем временем, как пестрят заголовки новостей в Фейсбуке и множатся кнопки «Поделиться», в Казнете сотрудники полиции уже выявили нескольких распространителей слухов и якобы захвате заложников. Задержали и даже допросили. Одним роликом с допроса ДВД Алматы даже поделились с подписчиками в Ютубе. Ту информацию, что я выложила в сети Инстаграм, была мной не проведена. И я выложила ее по глупости, полностью раскаиваясь о своей вине, и мы признали. Вбред такого не повторяю. Прошу меня простите. Мне интересно, чем она руководствовалась. Какие мотивы? Запугивая людей, она развлекалась. Не меньше комментариев собрали и новостные заголовки с видео, допросы и констатации задержания распространителей слуха. Как сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел, оба задержаны по статье 274 Уголовного кодекса страны. Распространение заведомо ложной информации. Да, правильно. Столько людей перепугалось. Пусть знает народ, что впредь нельзя шутить такими вещами. Панику на ровном месте распространили. Что касается профессиональной среды, это об уже известных блогерах и журналистах, то, надо сказать, даже они оппонировали друг другу. В смысле того, оправдано ли было возникновение слухов четырехчасовым молчанием официальных лиц. Было и тиражирование средствами массовой информации откровенных фейков. Министра в определенной степени понять можно, потому что многие сотрудники СМИ, на мой абсолютно субъективный взгляд, действительно вели себя не совсем корректно и профессионально. Но понять можно и журналистов, которые при отсутствии официальной информации, которой, уточню, не было по вполне объективным причинам, вынуждены были опираться на неофициальные и ненадежные источники. С другой стороны, этот спор, наверное, не закончится никогда. Причем ни в одной стране мира. Потому что всегда найдутся те, кому мало официальной информации. И на этом у меня на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте 24КЗ. До встречи в эфире и в Казнете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!